МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В студии первого караганинского новости. Для вас работает Саяд Балмакаев. Здравствуйте. Вначале о главных событиях. Борьба с иждивенчеством дала сбой. Многодетная мать из Шахана доказала, что ей неправомерно лишили адресной социальной помощи. Суд постановил вернуть ей социальные выплаты. Карагандистский дошкалят научат не давать взяток, а все вопросы решать законными методами. Образовательный проект Адалбубек внедряется в детских садах. Уже на этой неделе в Караганде ожидаются первые признаки зимы. Порывы ветра до 20 метров в секунду сохранятся на протяжении нескольких дней. Синоптики рассказали о погоде на ближайшее время. Борьба с иждивенчеством дала сбой. Многодетная мать из Шахана доказала, что ее неправомерно лишили адресной социальной помощи. Суд постановил вернуть ей социальные выплаты. Нурсулу Айхайдарова не скрывает радости. Ей удалось доказать, что она не скрывает доходов семьи, а значит нет оснований отменять начисление адресной социальной помощи. Не так давно чиновники Шахтинского отдела занятости и социальных программ обнаружили у мужа Нурсулу слишком большие пенсионные отчисления. Это несмотря на то, что его официальная зарплата в качестве кочегара составляет 60 тысяч тенге. Чиновники не стали сами разбираться, а сразу же подали в суд. В ходе заседания Нурсулу сумела доказать, что все дело в сбое компьютера, из-за которого бухгалтер дважды отправляла пенсионные взносы. К тому же, оказывается, в документах имеется поддельная подпись, но разбираться с этим женщина уже не желает. Я сама не знаю, что за документ. Адвокат без меня ознакомился. Там стоит моя фамилия, а подпись чужая. Дальше разбираться в этом или нет, я не знаю, да и страшно. Я уже устала. Суд шел почти месяц, сил дальше разбираться нет. Напомним, глава государства призвал вести активную борьбу с любыми проявлениями иждивенчества. Более 73 тысяч человек по всей стране скрыли свои истинные доходы для получения адресной социальной помощи. Но Нурсулу Алхайдарова в это число не входит. Женщина отстояла свое честное имя и вновь будет получать законные социальные выплаты. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Выросли показатели социально-экономического развития Карагандинской области. В два раза вырос объем строительства. В 1,8 раза увеличилось привлечение инвестиций. Итоги социально-экономического развития за 9 месяцев обсуждались на аппаратном совещании в областном Акимате. В горнодобывающей промышленности объемы выросли на 12,8%. В области больше добывается металлических руд и цветных металлов. Строительство жилья увеличилось на 3% к показателю прошлого года. Удалось снизить уровень безработицы до 4%. В целом по итогам года стоит задача обеспечить рост экономики на 5,2%. В связи с чем перед областью стоит задача удержать набранные темпы роста. Несмотря на общий рост, наблюдается отрицательная динамика в шести регионах области. Один из них – город Тимиртау. Снижение производства было вызвано крупной аварией, которая произошла на металлургическом комбинате осенью прошлого года. На сегодня комбинат работает стабильно. Ежемесячное производство стали составляет 300 тысяч тонн стали. То есть у нас резерв – это два месяца, ноябрь-декабрь. Мы будем в плюсе где-то порядка 500-600 плюсом тысяч тонн стали. Это нам даст уже по 11 месяцев, мы уже обрабатывающей промышленности, в целом промышленности мы выйдем на уровень с плюсом 3-4%. До конца года мы обеспечим выполнение плановых показателей, 105% будет у нас, возможно, даже выше. Глава области поручил держать на особом контроле ситуацию в обрабатывающей промышленности, а также привлечении инвестиций. В целом показатели области по итогам 9 месяцев положительные. Сегодня на заседании правительства также в слайдах мы увидели, что показатели, которые есть по Караганде, особенно по привлечению инвестиций, в целом по строительству, они являются выше среднереспубликанских. Я думаю, этот темп необходимо поддержать. И мы должны на следующий год и до конца года обеспечить выполнение всех индикаторов, которые были в начале года нами определены. Освоение бюджета также обсудили на аппаратном совещании. В областном центре неосвоенными остались 136 миллионов тенге, в Садпаеве 511 миллионов, в Каражале 60 миллионов. И по субъективным причинам неосвоение составило 1,3 миллиарда тенге по семи регионам области. У нас осталось, коллеги, всего три месяца, поэтому хотелось бы попросить, чтобы все обратили внимание на то, чтобы до конца года средства, которые были выделены с республиканского бюджета, были освоены в полном объеме. Глава региона предупредил, что в случае нерасторопности Акимов деньги заберут и направят на другие важные цели. В случае, если сейчас, через месяц, эти средства не будут освоены, мы найдем способ, каким образом их перераспределить. То же касается Караганда. У вас больше 100 миллионов неосвоения. Жанарка, Ултау, Шведский район. Акимы городов и районов заверили, что средства освоят в ноябре. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. В Караганде на аллее звезд открыли именной знак народной артистки Казахстана Жанни Аубакировой. Пеницкая педагог поблагодарила карагандинцев за теплоту и внимание, за любовь к классической музыке. По ее словам, признание на карагандинской земле дорогого стоит. За фортепиано народная артистка Казахстана Жанни Аубакирова. Ее имя в музыкальных кругах известно далеко за пределами республики. Сольные концерты и выступления со знаменитыми оркестрами регулярно проходят во Франции, Англии, Германии, Японии, России, США и других странах. В концертном зале «Шалк и Мажни Аубакирова» выступила вместе с Карагандинским симфоническим оркестром имени Рахмадеева на открытии 21-го международного фестиваля «Музыкальная сырарка». Я думаю, каждый карагандин сегодня действительно горд. Мы имеем честь у себя в гостях, у меня такую выдающуюся пианистку, выдающуюся музыканту. Я еще раз хочу подчеркнуть, при этом она большой-большой педагог. И она более 20 лет занимается формированием национальной консерватории. Это тоже огромное достижение. Спасибо вам большое, что вы сегодня здесь. Мы все очень рады этому. Спасибо. Глава региона отметил, что для гостей Карагандинская земля не чужая. В Карагандинской области родился отец Женеи. Сама музыкант является почетным жителем Шетского района. В торжественной обстановке на сцене «Шалк и Мажни Аубакирова» внесла свое имя в почетную книгу «Аллеи звезд». Несмотря на ненастную погоду, на «Аллеи звезд» возле памятника «Шахтерская слава» пришло много карагандинцев, поклонников искусства. Вслед за открытием памятного знака «Вечернее небо Караганды» озарил салют в честь прославленной пианистки. Карагандинская земля Народная артистка пожелала процветания Карагандинской области. Именной знак в честь Женеи Аубакировой стал уже десятым по счету. С 16 по 18 октября в Караганде проходит международный фестиваль «Музыкальная сыра арка». В течение четырех дней зрители насладятся музыкой разных стилей и жанров – классической, народной, духовой и джазовой. Андрей Тенаман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Что такое хорошо, что такое плохо? Воспитание антикоррупционной культуры теперь будет начинаться с детского сада. В рамках программы «Сарарха Адалдахалана» для детей старшего дошкольного возраста разработан проект «Адалбовек». С пеленок известные нам сказки Мактакас, Бенмасык, Аладдин по щучьему велению теперь будут раскрываться для детей с необычной стороны. Воспитанники садов через литературу, игры, квесты и праздники начнут знакомство со своими правами и обязанностями. Понятие «коррупция» для детей 4-6 лет довольно сложное. А вот что такое честность, они усвоили отлично. Люди всегда должны быть честными и выполнять свои обещания. Коррупция – это плохая вещь, ее дают плохие люди. Это плохо. Почему? Это потому что взятка, это когда дарят на плохие люди. Нельзя, да, так делать? Нельзя это брать, еще нельзя самому ее давать кому-то, значит. Значит, процесс правового воспитания дошкольников в условиях дошкольной организации будет эффективным при соблюдении следующих условий. Это систематическая работа по правовому воспитанию и основу гражданственности, использование разнообразных форм и методов работы по правовому воспитанию и основу гражданственности и совместная работа детского сада и семьи. Проект «Адалбобек» реализуется за три года. В этом году правовым воспитанием детей займутся только пять ясли садов города. Сейчас отдел образования подготавливает необходимые методические пособия и яркие буклеты и книги для детей. Конечно, работа будет эффективной только при условии совместных усилий семьи и педагогов. Самое главное, чтобы это сформировать именно в дошкольном возрасте. Как вы понимаете, все, что будет сформировано в дошкольном возрасте, даст хороший результат. И только вот такими программами, которые четко разработаны и имеют под собой и научную основу, и учителя, педагоги, которые имеют хороший опыт работы, создадут вот этот весь инструментарик, который будут совместно с семьей отрабатывать, они приведут нас к результату. В конце мая отдел образования города проведет круглый стол по итогам пилотного проекта. Участники обсудят достижения программы и внесут необходимые корректировки. В следующем учебном году правовое воспитание начнут получать все дети города. Эти знания укрепятся и расширятся в школе. Полина Малюкова, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Первая половина октября выдалась для карагандинцев на удивление теплой и солнечной. К каким погодным условиям готовится горожан в ближайшее время. Специалисты КАЗ Гидромет рекомендуют не выходить из дома без зонта. Начало осени порадовало карагандинцев настоящим бабьим летом. Но время солнечное, временами даже жаркой погоды, закончилось. Уже сегодня утро горожан началось с пасмурного неба, дождя и порывов ветра. Особенно сильные осадки на севере и в центре области. На данный момент область находится под влиянием северо-западного циклона с прохождением фронтальных разделов. С этим связано выпадение осадков и усиление ветра по области местами 15-20 метров в секунду. Также с приходом холодных воздушных масс и ожидается и на данный момент понижение температуры и днем, и ночью. Порывы ветра 15-20 метров в секунду сохранятся на протяжении нескольких дней. Температура воздуха ночью составит 5-7 градусов выше нуля. Уже завтра на северной и центральной части области ожидаются первые признаки зимы. На 17-е мы ожидаем местами осадки, то есть это имеется в виду и дождь и снег, метель, гололед и туман. Это в основном будет на севере и в центре области, как раз вот у нас. 17-18 числа температура воздуха ночью опустится местами до 5-7 градусов мороза. Полина Малюкова, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, 1-й карагандинский. Карагандинка Милана Сафронова завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по боксу, который прошел в Улан-Удэ. Казахстанка проиграла в полуфинале. Ее обидчивость весовой категории до 64 килограмм выступила итальянка Анжела Карини. На пресс-конференции Милана рассказала об этом мировом первенстве. Милана Сафронова впервые пришла в бокс в 2010 году. Затем на целых пять лет оставила спорт. Начинать снова было тяжело, но оно того стоило. Сегодня 28-летняя спортсменка – первый номер сборной Казахстана. Невзирая на возраст, ее карьера только начинается. Борьба с молодыми боксерами для женщины не проблема. Они выходят в расцвете сил, но где-то они не уверены в себе. То есть на опыте вы их забираете? Не на опыте, а на уверенности. У меня опыта тоже не сказать, что много. Вот это чисто боксерский боев. Не сказать, что я много боксировала, много боев провела. Но я на каждый бой выходила уверенная в своих победах, уверенная в себе. Не за счет возраста, а за счет своего упорства и характера. На чемпионате мира Милана Сафронова выступила в весовой категории 64 килограмма. Ей удалось провести две успешные схватки с африканкой и спортсменкой из Болгарии. Женщина до последнего была уверена в себе и на полуфинале мирового первенства. Но все же уступила сопернице из Италии Анжеле Карине. Бой был очень хороший. Так, по бою, когда я шла в свой угол, после того, как все разняли нас, мне казалось, что я одержала победу. Я иду спокойно в угол и уже уверена в своей победе я стояла. Но объявили победу, что она победила меня. Подняли руку ей решением судей. Но наши тренера, они сразу подняли желтую карточку, что они не согласны с решением судей. Но почему-то протест не был рассмотрен. После небольшого отдыха спортсменка вернется к тренировкам. Впереди Милану ждет чемпионат Азии в Китае, который может принести ей лицензию на Олимпийские игры. Полина Малюкова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Это были все новости к этому часу. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Телеканал Первый Карагандинский. Будьте с нами и узнаете новости первыми. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин